Так ведь правильно. Я правильно называю тебя? Да, меня называют сейч по-английски, что словно означает мудрец. А это что, профессия или образование? Очень забавный вопрос. Я не знаю ни одного колледжа, где учат мудрости. Так что предполагаю, что это не образование. Но это быть мудрым за деньги я тоже не вполне представляю, так что это не профессия. Тем не менее я этим учился и на этом зарабатываю. Так что мы имеем парадокс. Значит это призвание? Точно. Которому он может помочь или помещать образование и деньги. Так, а у тебя есть история, допустим, ты можешь сказать с гордостью, моим учителем был великий... Нет, моим учителем был мой страх безумия, когда мне было 18 лет. Когда я стал очень глубоко вблизать себя в душу, себя анализировать. Потом я стал учать других. А, значит суть твоего учения есть твои собственные исследования. Да. Я с этого начал, но потом я просто нашел, что другие люди тоже занимались чем-то подобным. Я просто соединил их знания со своими. А, значит у тебя есть синтетическое знание. Да, синтетическое знание, да. Понятно. А какие доказательства того, что это работает? Ах, ну ладно, я сделал довольно много успешных предсказаний. Известным людям? Известным и неизвестным. Но я бы мог найти кучу людей, которые подтвердили бы, что мои предсказания совершались. Так, а что для этого нужно, чтобы ты взял и пусть что-нибудь сделал такое, предсказал бы судьбу? Угал. Есть несколько вариантов. Клиент с деньгами. Это хороший старт. Красивая девушка с деньгами или без денег. Хорошая компания. Вот это минимальное условие, чтобы я предсказал судьбу. Так, и ты можешь предсказывать только судьбу или какие-то другие вещи? Я не предсказываю судьбу как таковую. Меня в основном интересует, как человек взаимодействует с миром. Меня интересует, я не знаю, как сказать по-русски, но по-русски называется паттернс. Форма этого взаимодействия. Ну паттернс, мне кажется, это просто образцы. Образец, это дословно говоря, вот на русский, но на самом деле паттернс это, можно сказать, как форма, группы форм. Да, образец, наверное, подойдет. Ко мне он почему-то связан с вышиванием. Так, и не можешь ли ты показать нам что-нибудь практическое прямо сейчас? Легко. Изи. Изи. Так, я вот вижу карты, причем разные. Вот это вот что такое? Вот это вот странная карточка. Да. Это древняя система, которая упоминалась Библией. А, Библией? Которая уже упоминалась Библией как древняя, как книга с семьи громов. В этой системе каждый день рождения записывается игральной картой. Если прилипеться, увидишь. Да, видно. Хорошо. Да. И в сути, каждая карта состоится как в зависимости от двух компонентов. Масть и число. Или картинка. Масти, как черви, трефы, пики и бубны, имеют свои собственные значения. И совпадают с современным психологическим учением. Где черви аналогичны эмоциям, трефы аналогичны знаниям, бубны аналогичны ценностям, материальным или идеальным. И пики аналогичны работе духовной или физической. Это также ответит за четыре уровня развития. Эмоциональный, интеллектуальный, ценностный и активный. Само число, карты семерка, пятерка и так далее, тоже имеет собственные свойства. Так что вы имеете на самом деле двухмерную матрицу. Или исходите в символическую алгебру. А плюс Б равно чему-то другому. То есть, если я правильно тебя понял, то тебе для того, чтобы иметь суждение о каком-то человеке, необходимо знать дату его рождения. Это один из способов. Дело в том, что я использую сложный способ. И в студии у нас грязь в том, что все эти системы, о которых расскажу, имеют свои подходы. И каждая из них частично отражает картинку. И я их сравниваю в разные картинки, пока не получаю синтетическое представление о человеческой жизни. А вот если бы я попросил тебя узнать, скажем, сообщить мне некие данные, допустим, о характере, скажем, известного человека, допустим, Горбачева. В однюю рождение? Ну да, и предсказать его судьбу, допустим, что с ним произойдет в ближайшие полгода. Я мог это делать, конечно, без проблем с присутствием или отсутствием Горбачева. Присутствием было бы легче. Потому что мои карты... Мои карты... Потому что мои инструменты... Я вот вижу не только карты, ищу Тарут. Тут у меня есть несколько типов карт. Это абстрактная система, построенная на картах. И как видите, это матрица, где отношения между картами описываются по горизонтали, по кикали, по диагонали. И поскольку каждый человек описан картой, можно смотреть отношения между людьми на этой картинке. Но это для этого года? Это общее. Если эта штука меняется каждый год, каждую неделю и даже каждый день, даже каждый час и даже каждую минуту, то уже начинаются дикие тонкости. Вопрос, как точно? Как точно? Какой уровень точности тебе требуется? Это одна система. Я называю ее системой координат. Это помещает его в жизненной раскладке, в лаймспред, в жизненной раскладке. Место человека в жизни. В жизни, в данном случае, являются просто-напросто карты, которые могут цивилизировать или человека, или события. Я использую простые игральные карты также. В данном случае, это античные французские карты, очень обычные. Которые купил в Смитсоне на Зилу несколько лет назад. Но вообще, это никакого значения, наверное, не имеет никакого значения. Просто красивые карты. Просто красивые карты. Это, так, карты, интересно, начинаются со смерти, которая означает драматическую перемену. Не обязательно физическую смерть. Да. Это классические, классические, классические колоры. Я использую кучу египетских карт, которые называются картуш. Которые, как мне говорят, нашли выгравированными. Где? Внутри какой-то пирамиды. Ну, можно не верить, да? Может быть, это и не... Это легенда. Вот так они выглядят в зале. Я разработал очень много собственных техник. И, в принципе, могу отвечать. И все искусство в данном случае заключается в умении правильно задавать вопросы. И поскольку я когда-то занимался логикой, математической логикой, нетрадиционной логикой, задавание вопросов для меня проблем не представляет. Особенно учащийся, если учащийся, я умею и люблю говорить и люблю людей. Так что искусство задавания вопроса является самым важным компонентом чайских карт. Третьим, важным компонентом является знание, значение каждой карты. Третьим, конечно, твоя интуиция. Четвертым, твое полное отсутствие страха перед так называемой невероятной мудростью и загадочностью людей, которые все это изобрели. Так, а вот что практически ты можешь сейчас показать? Ну, практически. Вот ты уезжаешь за границу, с нашей точки зрения. Да, за границу, да. Уверсис. Ты уезжаешь уверсис. А я, например, у меня в Бурск, когда ты хорошо получился от своего приключения и от своего путешествия. И ты мне, конечно, можешь сообщить, что от этого получилось на самом деле. Хорошо, я даже сниму репортаж о том, как это происходило. Но единственная проблема, ты должен досывать карты. Можешь это делать одной рукой. Да, конечно. Я могу передать вас для тебя, кстати. Ну, хорошо. Делать это так. Тем же способом, что я сейчас делаю, можешь считать человеческую судьбу по телефону. То есть ты должен вникнуть в личность. Сема Станиславского, для тех, кто знает. Я смотрю на тебя пристально. Внешне выглядят сейчас на тебя открытыми глазами. Но на самом деле, если бы кто-нибудь сфотографировал мои зрачки, они увидели бы, что мои зрачки не находятся в окне. Я не смотрю на тебя. Я смотрю скорее на пространство около тебя. Я смотрю как в тебя во мне, во мне, внутрь и, как сказать по-русски, я забываю русский язык. Я смотрю на тебя и в себя одновременно. Скажем так. Ну, ты всегда можешь говорить английскую фразу там, где... Я ничего не могу поделать, я слишком много им говорю и читаю, и пишу по-английски. Сейчас просто тасую карты. Именно в этой раскладке меня не интересует специфичное путешествие, поскольку оно будет только не без аспектум. А в принципе, твоя жизнь в ближайшие, ну, скажем, два месяца. Хорошо. Мне будет интересно знать. А мне будет интересно знать, сколько я аккуратен. Сколько я веду статистики. Если верить к моим статическим, я аккуратен где-то на 98%. Почему не 100%? Понятия не имею. Видимо, люди... Боятся признать мне, что я такой невероятный. Ну, потом, мне кажется, что есть еще влияние. Если ты сообщаешь человеку, что произойдет, он начинает влиять на это. Дело в том, что этот трюк, который используют все гадалки, я этого не делаю. Я не говорю человеку, что произойдет. Как? Все мои описания присутствуют, существуют в настоящем времени. Я не верю ни в будущее, ни в прошлое. То есть, существует только в настоящем? Для меня все события, которые могли человеком произойти, в любой календарной точке, скажем так, в любой календарной точке, где мы воспользуем время, для меня все события уже произошли. Мы только выясняем, так сказать, отличаем актуальную линию от виртуальной, от модальной линии. Модальное то, что могло быть. Просто выясняем из тех, которые могло быть, которые есть. А виртуально? Это то же самое, виртуально тоже воображаемое, предполагаемое пространство. Модальное это просто вариация на тему. Виртуальное, так сказать, добавляющее некоторые вещи, которые можно вычислить из, например, из фигуры квадрата, вычислить прямоугольник. Это было бы виртуальное пространство. А как думаешь, виртуальное пространство действительно существует? Дело в том, что более принципиальный вопрос, существует ли пространство. Слово существует. Наши органы зрения что-то отмечают, какие-то отношения. Из-за того, что мы видим, мы можем называть это пространством, вводимым яблоком, пустотой или преддверием рай. Так что не думаю, что я могу ответить о вопрос виртуального пространства. И единственное, что я могу сказать, что концепция виртуального пространства не противоречит нашим представлениям о математических пространствах. Понятно. А математик говорит, не противоречит, значит, существует. Ясно. Хорошо. Я сейчас перетасывал карты, пока я в север слушаю твой голос. Да. Я делал это несколько раз по телефону. Большим успехом, как мне сказали мои ошелобленые клиенты. Учитывая, что, по крайней мере, одного из них я в жизни не видел. Лена, ну, как же они ты оплатили за это? Это было бесплатно. Это было как феймер для моей дочки. А, понятно. Я тасываю карты. Так. Я их разбираю на три колоды. Хорошо. И начинаю их раскладывать. Первая карта описывает тебя. Так. И она описывает, что ты сейчас находишься в старе становления, ты себя не знаешь. Хорошо бы. Она также вещь, что очень засенчивая. Ну, может быть, я все время за камерой. Вот так ты и скрываешься от людей за камерой. Вот это вольняная ситуация в следующие два месяца. Так. Никакой. Никаких денег? Никакой. Лонс, это просто отсутствие движения. Все спокойно. А, ну, может быть, я буду два месяца отдыхать? Может быть. Это было бы хорошо. Это лонс, так же можно сказать. Поехали, что дело в том, что интерпретация карты зависит от всего контекста. Как я в фразе слова, зависит от контекста. В данном случае, пока я не знаю, весь контекст у нас значащий, что не будет никакого движения. Станус кошечки, ничего не меняется. Яс. Это письмо бизнес. Это говорит, что ты должен будешь проявить много мудрости и чувство юмора, и будь осторожным. Как змея. Но в основном мудрость, да, и правильная. Ну, это карта магии, карта космической энергии. А. Это так же означает, что смеется, что смеется последнее. Я предполагаю, что будешь хорошо смеяться последнее месяц с тобой. Ну, хорошо. Сколько будешь твои партнеры? Да. В домашней ситуации будешь работать, не покладая рук. Ну, что ж. Пытай этот человек, который заботится о доме и семье. Да. Окей. Будешь работать дома, кстати. О, это хорошо. Я люблю работать дома. Творчество. У тебя будет новый день, ты можешь опять же очень работать, очень тяжело. Новый день? Я так и садич, у тебя есть способности, когда ты по-русски как стрессенцы, ты можешь общаться с другими разумами. Да, я знаю. Теперь я знаю тоже. Твоя тайна не открыта. Хорошо. Это еще у тебя, твоя последневная жизнь, о чем ты постоянно думаешь, что у тебя, ну, твои пусть иные заботы. Твоя семья, твой партнер. Это твоя, ты думаешь о партнерах. В партнерах. Хорошо. Это может быть семейные, это может быть я. Это может быть просто с кем-нибудь переспать. Вся-то через спаривание. Не исключено. Спаривание это будет объект твоих тяжелых размышлений. Посмотрим. На следующие два месяца, кстати, будет идти на число 2. А, то есть я в два месяца буду думать о спаривании. Будешь думать или заниматься. А, заниматься гораздо лучше. Это вообще не вновь на жизнь. Гораздо лучше. Это вообще не вновь на жизнь. Well, это что? Это описывает твоего партнера в жизни или в семье. И твоего партнера, конечно, очень большой энтузиаст. Ты как ты видишь, горит ярким пламенем. Это на тритере? Все эти два месяца. Илья, или твоя жена, или какие-то другие партнеры. Хорошо. Энтузиаст творческий, энергичный, наверное, я. А может быть, я просто буду гореть ярким пламенем из-за отсутствия денег. Я думаю, это не правда. Перемены в твоей судьбе, перемены в своих эмоциях. Вот это означает перемены в судьбе. Лед тронулся, как говорил один наш знакомый. Да. Господа присяжные, заседатели. Грозите, я пишу. Ты заработаешь деньги за водой, за водой, за водой. Да, ну, туда я отправлюсь, за границу, аверсист. Так что это означает, конечно, с этой точки зрения, что не отсутствие денег, а скорее успокоение душевный мир. От того, что они появились. Экзакт. Так вот работает контекст. Хорошо. Так, карьера, успех. Продолжение следует.